МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале Великой Отечественной войны советская авиация понесла большие потери. В сложившейся обстановке командование Красной Армии было вынуждено приспосабливать для военных целей все имевшиеся в стране типы самолетов. Встать в боевой строй было суждено и учебному У-2. Эту машину создали в конце 20-х годов. Она служила летающей партой и дала дорогу в небо большинству советских летчиков. Вряд ли кто-то в первые месяцы Великой Отечественной мог предположить, что этот несерьезный с военной точки зрения самолет вскоре освоит специальность легкого ночного бомбардировщика и станет грозным оружием советской авиации. В 1927 году для замены устаревшего учебного самолета У-1 в конструкторском бюро Николая Николаевича Поликарпова был разработан проект самолета первоначального обучения, который получил обозначение У-2. 7 января 1928 года летчик-испытатель Михаил Громов поднял новую машину в небо. По результатам испытаний он отметил, все фигуры, за исключением штопора, самолет делает нормально. Что же касается штопора, то ввод самолета в таковой труден, выход же из него очень легкий. Удачный планер в паре с надежным отечественным стасильным мотором М-11 стали залогом успеха этой машины. У-2 был запущен в серийное производство и вскоре стал основным учебным самолетом всех аэроклобов ОСАВИАХИМА и большинства летных школ ВВС и Гражданского воздушного флота. Простой в управлении и надежный, этот самолет получил заслуженное признание. Он прощал молодым пилотам многие ошибки и делал процесс обучения весьма эффективным, позволяя отрабатывать даже фигуры высшего пилотажа. За свою особенность при выполнении штопора У-2 получил прозвище «Ванька-встанька». Для выхода из штопора достаточно было просто бросить ручку управления. На этом самолете в середине 30-х готовили летчиков боевых, пассажирских и транспортных машин. Конструкция самолета У-2 была деревянной, с полотняной обшивкой крыльев, рулей и хвостовой части фюзеляра. Для удобства ремонта консоли верхних и нижних крыльев были взаимозаменяемы. Универсальность, потенциал конструкции, неприхотливость в эксплуатации, простота обслуживания и ремонта позволили широко использовать У-2 в народном хозяйстве. В предвоенные годы, кроме учебного самолета, крупносерийно выпускались его сельскохозяйственные, почтово-пассажирские и санитарные варианты. Летные качества У-2 изменялись в зависимости от того, для каких целей он применялся. Но во всех случаях самолет оставался надежным, легким и послушным в управлении. Благодаря уникальным взлетно-посадочным характеристикам У-2 мог взлетать и садиться на небольшие аэродромы и неподготовленные площадки. Это качество особенно ценно, когда полеты осуществлялись в труднодоступных и неосвоенных районах. К июню 1941 года советской промышленностью было выпущено более 13 тысяч У-2 различных вариантов и модификаций. С первых дней войны У-2 стали активно использовать на фронте в роли связных и санитарных самолетов. Что касается боевого применения У-2, то оно началось по инициативе самих экипажей. Известен случай, когда в сентябре 1941-го в разведывательный полет летчик захватил несколько мелких бомб и сбросил их на врага прямо из кабины, как это делали еще во времена Первой мировой. Хотя для бомбометания учебный биплан не особенно подходил, но выбирать не приходилось. Его начали переделывать в легкий бомбардировщик на ремонтных заводах и непосредственно на аэродромах. Для этого использовали машины, мобилизованные для нужд Красной Армии. Первый опыт боевого применения новоявленного бомбардировщика показал, что днем он имеет мало шансов на успех. Низкая скорость, отсутствие защиты экипажа и высокая уязвимость для любого стрелкового оружия потребовали пересмотра тактики применения. Переход на действия в темное время суток способствовал увеличению эффективности действий. Формирование первых ночных бомбардировочных полков началось по приказу командования в ноябре 1941-го. Поначалу многие советские летчики не понимали, как можно воевать на такой устаревшей машине. Ну за что же это? У-2, да я, да я лучше пехоту. Вы понимаете, что такое У-2? Молоко возить, ну товарищ генерал, ну за что же это? Ничего, ничего, Булочкин, ничего. У-2 теперь на вооружении. Этот самолет, как ночной лет, ему бомбардировщик большие дела делает. Но постепенно доверие к маленькой фанерной машине росло. Успешное боевое применение переоборудованных самолетов побудило Николая Поликарпова приступить к модернизации ранее военной модификации У-2. Она предназначалась для обучения военных летчиков и строилась серийно до 1936 года. Проанализировав полученный боевой опыт и учитывая особенности этой машины, на ее базе конструкторы разработали новую модификацию У-2ВС. ВС означает «военный самолет». Машину начали строить серийно с 1942 года. Теперь У-2 официально получил специальность легкого ночного бомбардировщика. Самолет оснастили бомбодержателями, прицелом для бомбометания. В задней кабине разместили малокалиберный пулемет. Сидения пилотов защитили легкой броней. Общее утяжеление конструкции частично компенсировали установкой более мощного мотора. Легкий ночной бомбардировщик У-2ВС. Экипаж — два человека. Силовая установка — поршневой мотор М-11Д мощностью 115 лошадиных сил. Максимальный взлетный вес — 1400 килограммов. Максимальная скорость полета — 134 километра в час. Дальность полета — 450 километров. Максимальная бомбовая нагрузка — 350 килограммов. Вооружение. Пулемет калибра 7,62 миллиметра. Регулярными ночными налетами наши летчики изматывали противника, лишая его сна и возможности перегруппировки. Количество налетов постоянно увеличилось. Совершенствовалась и тактика применения У-2. Как правило, летчики бесшумно с приглушенным мотором выходили на цель и с малой высоты сбрасывали бомбы. Причем иногда с такой точностью, на которую не были способны дневные бомбардировщики. По эффективности применения малыш У-2 мог потягаться с фронтовым бомбардировщиком Пя-2. Небольшая скорость У-2 неожиданно стала его достоинством. Более скоростные самолеты просто проскакивали мимо тихоходного биплана. Повторно отыскать низколетящий маленький самолет на фоне земли было достаточно сложно, тем более ночью. Кроме того, У-2 позволял нашим летчикам выполнять боевые вылеты в плохую погоду, когда другие самолеты просто не могли подняться в небо. В начале войны гитлеровцы и представить не могли, насколько грозным врагом для них может стать устаревший учебный биплан. Но к лету 43-го года Арус Фаняр, так окрестили У-2 немцы, был наслышан чуть ли не каждый солдат вермахта. По ночам назойливость трек от мотора порой наводил ужас на врага. За одну ночь советским летчикам удавалось совершать по нескольку боевых вылетов. Немцы развернули настоящую охоту за нашими бипланами. За каждый сбитый У-2 летчику Люфтваффе был положен железный крест. Выдавали и деньги. 2000 марок, вдвое больше, чем за истребителей. Работы по усовершенствованию вооружения машины не прекращались. Кроме бомб различного калибра и назначения, с самолета сбрасывали ампулы с зажигательной смесью, запускали реактивные снаряды. В ход шло все, что могло причинить наибольший урон врагу. Круг задач самолета расширялся. Помимо бомбежек, У-2 вывозили раненых, эвакуировали население, снабжали оружием и продовольствием партизан и оказывали помощь попавшим в окружение регулярным частям. Подчас только У-2 были способны точно сбрасывать грузы в тесноте разрушенных городских кварталов. К 1943 году на фронтах Великой Отечественной уже действовали более 60 полков, вооруженных легкими ночными бомбардировщиками. На счету многих пилотов было не по одной сотне боевых вылетов. Один из полков был полностью женским. Слава о боевых заслугах ночных ведьм, как прозвали наших летчиц немцы, быстро распространилась по всем фронтам. Ночные ведьмы нанесли ощутимый урон противнику, совершив за годы войны 24 тысячи боевых вылетов и сбросив 3 миллиона килограммов бомб. К концу Великой Отечественной 23 летчицы полка были удостоены высокого звания Героя Советского Союза. В 1944 году, после смерти Николая Николаевича Поликарпова, самолет У-2 был переименован в ПО-2. Он продолжал нести свою службу до самой победы. Боевой путь самолета ПО-2 вписан золотыми буквами в летопись Великой войны. Родина всегда будет помнить подвиги крылатых героев, стрельбительных истребителей, грозных штурмовиков и могучую бомбардировочную авиацию. Но не забудет Родина и нашего верного друга, нашего школьного товарища, маленький самолет, который начал Великую битву скромной учебной машиной У-2 и заканчивает войну грозным для врага ночным легким бомбардировщиком ПО-2, Поликарпов-2. КОНЕЦ КОНЕЦ